Профессия юриста многогранна и интересна, важна и необходима. Просто выбрать профессию юриста и не понимать все сложности выбранной стези может привести каждого к неожиданно неприятным последствиям. Четко определив для себя юриспруденция «это мое», необходимо быть готовым к каждодневному неустанному кропотливому труду не только в изучении правовых дисциплин, но и в экономике, социологии, культурологии и многих других наук, которые в конечном итоге приводят к профессионализму. Государственный квалификационный экзамен у студентов в специальности юриспруденция очной и заучной формы обучения больше, чем выпускной экзамен. Это еще и экзамен на прочность, на профпригодность без пяти минут в области юриспруденции. Выпускники отвечают по билетам, в которых вопросы по всем спецдисциплинам, которые входят в программу обучения в течение всех лет. Они проверяются и на комплекс умений общего характера, связанных с личностными качествами, архиважными в любой профессии, иначе говоря, на soft skills. Очень важно донести до высокой комиссии полученные академические знания, практические навыки, в том числе и человеческий капитал, который развивали и углубляли все годы учебы в Югостинском государственном университете. Все были готовы, и я тоже. Ответили хорошо на все вопросы, и билеты тоже ответили. Когда уже зашла внутрь вообще, то уже волнение прошло, потому что куда деться. Все равно это да. В течение пяти лет учебы на факультете юриспруденции, я думала, что эти пять лет никогда не закончатся, но они пролетели довольно быстро. Сегодня мы уже сдаем последний госэкзамен. Надеюсь, успешно. В дальнейшем я бы хотела себя видеть в данной профессии. Заведующая кафедрой уголовного права йогу Карина Цхавребова прокомментировала ход и итог выпускных испытаний студентов очной и заочной формы обучения, вышедших на финишную прямую. На дневном отделении в этом году у нас было 41 или 42 студента. На заочном более 75, вернее, сдали государственные экзамены. Экзамены они сдавали по теории государства и права, и по специализациям. Сдавали уголовное право и сдавали гражданское право. Я хочу отметить, что очень хорошо сдали студенты дневного отделения. Более того, я очень довольна, особенно, когда они сдавали уголовное право. То есть практически у нас были только отличные хорошие оценки у дневного отделения. Я имею в виду по уголовному праву. Гражданское право, значит, принимали преподаватели гражданской специализации. Так что мне тяжело судить, насколько хорошо они сдали. Что касается заочного отделения, были хорошие ответы, конечно. Но ответы у студентов заочного отделения были немножечко похуже. Но в любом случае я могу сказать, что итогом государственных экзаменов, данных нашими студентами, я довольна. Но впереди у нас во второй половине июня защита дипломных работ. Студенты выбрали же темы дипломных работ. Согласно тематике, которая у нас утверждена, часть студентов не смогли сдать очно. И у нас онлайн тоже сдали студенты. Дали по гражданскому. Двое из них сдали по уголовному право. По каким-то обстоятельствам они не смогли приехать. Уважительные, конечно, обстоятельства. Не смогли приехать и сдать государственные экзамены. Так что в целом я довольна результатами государственных экзаменов.